Улучшение инфраструктуры, открытие новых социально значимых объектов, исполнение меморандумов, заключенных с аграриями. В этот раз Аким области побывал в Козелжарском районе и проинспектировал, как местные сельхозтоваропроизводители выполняют свои обещания, данные в начале года. Как изменилась жизнь сельчан в 2022 году, расскажет Илья Кудряков. Первой остановкой главы региона стало село Прибрежное Козелжарского района. Проживать здесь около 1700 человек. Одной из наболевших проблем местных жителей было качество дороги. Ее ни разу не ремонтировали еще с 80-х годов. В 2022-м власти наконец смогли найти деньги, выделили больше 140 миллионов тенге и начали приводить дороги в надлежащий вид. Один проулок и пять улиц, если так сказать. Шесть улиц вообще. Всего километра 4,4 километра. На сегодня сделано почти полтора километра. Остальное мы еще продолжаем. У нас есть еще та улица первая, которая мы сейчас в этом году еще сфальт должны. В этом году мы закончим сколько? Два и... Ну, если сейчас успеем, если будет проблем решиться, я думаю, километры в 200 еще продолжим. Должна быть дорога, должна быть вода, должна быть работа на селе. Поэтому вот оставшиеся дни нам нужно активно использовать для того, чтобы завершить все те работы, которые были начаты в начале лета. Также позаботились и о досуге местных жителей. В этом году в селе сдали в эксплуатацию детскую площадку с современными тренажерами и мини-футбольное поле. На это выделили 16 миллионов тенге. Наконец нам построили спортивную площадку. Хорошо, что не только молодежь может здесь заниматься. Но и мы, пенсионеры, с удовольствием приходим сюда. Дорогу сделали, освещение. Одним словом, наше село начинает развиваться. Это, конечно, радует. Все же движется у нас. Мы же раньше, вот наши улицы, без света мы были. Тоже молодежь, там дети. Сейчас сделали свет нам. Ну вот еще бы дорогу сделали, то бы еще лучше. Ну и сейчас вот тут подделали. Хорошо, довольны. Немножко есть, да. Движется, движется. Также глава региона посетил село Байтирек. Здесь тоже в этом году сделали спортивную площадку и футбольное поле. Выделили на это порядка 12 миллионов тенге. Местные жители рады таким обновлениям. Плюс рядом на въезде в село установили модульный пункт полиции для безопасности. Камеры фиксируют все машины, которые въезжают и выезжают из села. Помогают сражам порядка в их нелегкой службе. С начала года количество серьезных правонарушений в Байтиреке снизилось. Удобнее, конечно же, когда дом участкового инспектора полиции, он совмещен с таким пунктом. Это вот в идеале. Все-таки он здесь находится с 9 часов утра до 23 часов ночи. Вот сейчас участковый докладывает же практически круглые сутки. Желательно, чтобы он находился возле дома. Он же тоже должен отдыхать и одновременно, конечно же, исполнять свои служебные обязанности. Кумар Аксакалов провел встречу с сельхозтоваропроизводителями Архангельского сельского округа. Здесь ему доложили о ходе выполнения обещаний аграриев, которые они давали в начале года. Ремонт дорог, благоустройство территории села, восстановление социально значимых объектов, помощь местным жителям. Все свои обязательства предприниматели выполнили на 100%. Организовано также бесплатное питание детей. Получается 78 учеников с 0 по 11 класс. И 33 ученика у нас питаются из фонда СИО обуча. Обеспечение кормами, благотворительность, санитарное благоустройство сел и ремонт площадок. Также, согласно вот этих меморандумов, в данном году у нас проведена текущая реконструкция памятника Великой Отечественной войны, ремонт мини-футбольного поля села Архангельское, озеленение территории и вывоз мусора. Еще одной обязанностью каждого агрария является создание новых постоянных рабочих мест на селе. Добиваться этого нужно путем строительства новых предприятий. А в сельской местности это молочные фермы, птицефабрики, откормочные площадки, перерабатывающие производство. А возможностей для того, чтобы создать новые рабочие места, достаточно. У нас условия для как развития личного подсобного хозяйства, так и для развития сельхозпредприятий. Условий достаточно. Вот только пример птицефабрики Ронархоз показывает, что СПК выделила огромную сумму средств под минимальный процент для того, чтобы этот проект состоялся. Также мы готовы всем желающим, кто хочет заниматься молочным производством, тоже давать кредиты на льготных основаниях под 4% два года отсрочки, пока проект будет реализован. Ну и плюс государственная поддержка через субсидирование затрат на строительство. В прошлом году в сельском округе местный аграрий приступил к строительству новой молочно-товарной фермы на 200 горлов. Правда, закончить ее строительство планируют только в следующем году из-за проблем с логистикой. Бизнесмен уже долгое время не может завести купленное им оборудование в связи с последними событиями в мире. Ну в этом году просто, конечно же, мы видим колоссальные задержки поставок материалов, оборудования, материалов различного. Для этого в министерстве создан центр, где собирается информация по таким случаям, где идут задержки грузов, оборудования. И через министерство иностранных дел министерство должно отрабатывать по каждому грузу отдельно. Еще одной установкой главы региона стал магазин строительных материалов. Благодаря его открытию здесь удалось трудоустроить 50 человек. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Служба новостей.